Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и мы сегодня с вами продолжим все-таки обсуждать, что же нам делать, потому что уже даже с момента, когда я записала видео, и прошло всего два дня, меры ужесточаются, все больше бизнесов закрываются на карантин, уже месседж «сидите дома» стал настолько актуальным, что даже я сижу дома и, честно вам признаюсь, спустилась в машину для того, чтобы в своем мобильном офисе записать вам видео, но поскольку оказалось какое-то нелицеприятное место, я решила проехаться, потом я решила согреть автомобиль, ну в общем, я сейчас возвращаюсь к дому, просто кружусь вокруг и где-то обязательно остановлюсь. Но на улицах достаточно много машин, много людей, и когда сегодня приехала моя няня, я задала ей первый вопрос, Жанна, что у нас с масками, что происходит, он сказал, да масок нету, да нормально, я говорю, людей меньше на улице, она сказала, я не заметила. Что с одной стороны говорит о том, что паники нету, с другой стороны, в неком смысле говорит о нашей беспечности с вами, потому что все-таки, учитывая вообще, как во всем мире прекращаются коммуникации, да, никто никуда не влетает, не вылетает, это говорит о том, что все-таки что-то происходит, и бытует такое мнение, что не настолько все безопасно и беспечно, как нам может казаться. Это, конечно же, не говорит о том, что нам нужно подвергаться панике, нет-нет и нет, и как инфлюенсер, как человек, которого смотрят несколько тысяч человек, я, конечно же, понимаю, что на меня есть некая ответственность, поэтому я все-таки прежде всего призываю вас к бдительности, к тому, чтобы лишний раз не выходить, лишний раз не контактировать, лишний раз помыть руки, и так далее, и так далее, и лишний раз не быть, простите, вот кто-то говорит, что там тон у меня не тот, но не быть пидорасом, и если вы можете, я не знаю, продавать, доставать там эти маски, или дезинфекторы, то не продавать это по каким-то совершенно конченным ценам, как по мне, такое полное, такое пидорасчество, я не могу даже это сказать, когда по сути сейчас власти первое, что должны сделать, раздать нам эти маски, раздать нам вот эти все стерильные штуки, вдруг оказывается, что ничего нету, а то, что продается, продается совершенно по каким-то больным ценам, ну, что еще раз говорит о том, что все-таки, блин, неприятно. Но я хочу все-таки, вот 2,5 минуты проговорила, я хочу все-таки вернуться к истории бизнеса, к истории темы того, что же делать сейчас, и поговорить более конкретно, потому что, ну, жизнь-то продолжается, и это важно понимать, и она в любом случае будет. И очень многие компании сейчас потерпят убытки, это все, что связано у нас там с фестивалями различными, их очень много, детские фестивали, взрослые фестивали, где большое скопление людей, и, конечно же, это все касается там кинотеатров, это все касается огромных конференций, которых сегодня стало предостаточно, и логично предположить, что все это сейчас перейдет в онлайн. Но я вот тут подумала, даже по поводу конференций, конференции, которые, например, проектировались еще вчера, были логичны для того, чтобы делиться своим опытом, который мог людям пригодиться. Но сегодня нам нужен новый опыт, сегодня нам нужен опыт, что нам делать вот в эту всю жопную историю, когда происходит вот этот коронавирус. Ни у кого из нас нету этого опыта. У нас есть предположения и догадки, и я хочу, чтобы вы сейчас об этом помнили, потому что уже ко мне люди стали запрашивать, Ольга, у вас есть тренинг, что делать? Вот вы знаете, я, конечно, любительница делиться опытом и любительница попродавать, но я не нахалка, и я хочу, чтобы вы включали свой мозг и понимали, что пока у нас нету опыта вот таких ситуаций, мы можем только догадываться и предполагать, как себя вести. Поэтому, например, история о том, чтобы перевести конференцию в онлайн, она звучит классно. Я сама проводила конференцию онлайн, это прикольно. Но другой вопрос, насколько нам сейчас актуальна та информация, ведь мы с вами попали практически в новую реальность. И первое, что я вам предлагаю сделать, это задуматься над тем, а что если бы сейчас весь мир перешел в онлайн, что бы я делал, как бы я себя кормил, как бы я себя реализовывал, какие у меня есть сильные навыки и таланты для того, чтобы я их мог продавать, давать кому-то пользу, решать какие-то проблемы, ну и, соответственно, жить. Вот эту мысль я предлагаю вам подумать, подумать эту мысль. Это первое. Второе. Я уже говорила о том, что да, сейчас мы говорим о том, что нужно быть дома, стараться максимально не лазить. Кстати, часто говорят, что не лазьте для того, чтобы не заразить бабушек и дедушек. Они наиболее подвержены истории того, что для них коронавирус самый опасный. Но я заметила, что на улицах как раз больше всего бабушек и дедушек. Возможно, это как раз и связано с тем, что им нужно выходить в магазины, они не пользуются онлайн, для них этого ничего не существует. Возможно, связано с этим, либо это связано второй с их беспечностью. Ну, вот им кажется, что с ним ничего не произойдет. Но, оставаясь дома, я призываю вас не к тому, чтобы перебирать старые вещи или высылать и выставлять в соцсети рецепты, что сейчас, кстати, стало происходить. Ну, давайте приготовим утку по-пекински или оладушки по-азербайджански. Друзья, ну, нам всем нужно будет кушать, нам всем нужно поддерживать экономику. И первый момент, которому я вас призываю, это подумать о том, что все мы сегодня общаемся через социальные сети, все мы ответственны за те слова, которые мы говорим, потому что нас кто-то видит, слушает. Поэтому давайте все-таки пропагандировать развитие вот в этой среде. Мы с вами пережили уже миллион всяких неприятных моментов, и мы уже знаем, что нужно приспосабливаться. Поэтому давайте не будем друг друга утешать, а будем приспосабливаться. Одна моя знакомая недавно записала видео, в котором рассказала о серьезной ситуации в Италии и призвала покупать всех итальянские бренды, дабы помочь итальянской экономике, потому что это прекрасные люди и так далее, и так далее. Я искренне верю, что Италия не умрет без нас, и что Dolce & Gabbana и прочие итальянские бренды в худшем случае снизят свои цены космические, которые Украина продолжает скупать с Россией. Но я призываю вас помогать друг другу и сегодня помогать бизнесу друг друга. И сегодня прежде всего смотреть, когда мы заказываем, в какой бы мы стране ни находились, заказывать у своих, покупать местного, украинского или российского, или белорусского, где бы вы ни находились, покупать своего местного производителя. Давайте перестанем спасать мир, давайте начнем с себя. Вот это однозначно то, что можно сделать. Посмотреть на производителя и посмотреть, что мы можем из того, что нам необходимо заказать у наших девочек, у наших мальчиков, у наших людей. Следующее, как я уже вам говорила, давайте перестанем заниматься домашними делами. Безусловно, важно, нужно, хочется, но давайте перестанем заниматься домашними делами и посмотрим все-таки на позицию того, что необходимо работать. Все, что возможно перевести в онлайн, а это обучение любого вида. Это и фитнес онлайн, это все растяжки онлайн, что в принципе относится к фитнесу, это все, что касается похудений, потолстений и прочих штук, изучения языков. Сегодня супер! У вас есть возможность изучить платформы, забивайте в гугл, как делать так, как тренировать танцы в онлайне, и вы увидите, что оказывается, эти решения уже предлагались, поэтому делайте это, пожалуйста. Подумайте над тем, что вы производите, вот очень много хендмейдеров, людей, которые говорят не о том, что как быть нам. Вот я, многие меня за это ненавидят, но я продолжаю это говорить, хендмейдеры это плохая история в контексте того, что это очень слабо оплачивается. Проходите, малышки. Нет? Вот, в контексте того, что это очень слабо оплачивается. Но хендмейдеры прекрасно жили, живут, и я думаю, что будут жить. Сейчас я буду парковаться. Хендмейдеры прекрасно жили, живут и будут жить, когда будут продаваться на различные как раз иностранных платформ, вроде IT и так далее. В чем вообще фишка хендмейдерства? Простите, мне все-таки пришлось перепарковаться и, наверное, сделать монтаж. Итак, фишка хендмейдерства заключается в том, что когда мы делаем и говорим вот о чем-то ручной труд, то мы подразумеваем, что ручной труд – это дорого, дорого. А у нас ручной труд – это копейки. И как раз вот все вот эти IT-си, иностранные сайты, они как раз и позволяют нам продавать что-то дороже, там это больше ценится, там на это больше обращают внимание. Ну, только не делайте херню всякую. Поэтому ваша задача – перестроиться, значит, на другой рынок. Ну, и вообще, может быть, начать зарабатывать. Но онлайн сегодня у нас находится, это факт. Следующий нюанс. У нас сегодня есть потрясающая возможность вообще научиться работать дома. Вообще понять, что такое быть мамочками, да, потому что у многих нету няни, как у меня, которая занимается детьми, а дети пересели домой, да, и это сложнее. Вот сегодня мы можем ощутить весь этот вкус. Но есть некоторые вещи, о которых я хочу вам напомнить, что для того, чтобы у вас была плодотворная работа, вы должны понимать, что дома – это тот же офис, просто вы сегодня вынуждены там оставаться. И, соответственно, вы должны нормально выглядеть. Вот я сегодня работаю дома, но это укладка, это макияж, это ощущение себя, что я нормальный, я могу в любой момент выйти из дома, я буду хорошо выглядеть, а не я рухля-чухля, я теперь тут нахожусь. Это важный фактор. Как я вам уже говорила, сейчас все будут стараться рассказать, что необходимо делать, вот как себя нужно вести, вот какие-то планы, и, скорее всего, будут появляться, естественно, какие-то шарлатаны, которые будут вам продавать какие-то чудо-вещи. Вы должны понимать, что сейчас нужно вести себя просто, нужно включить голову, нужно понимать, каким образом вы можете перестроиться для того, чтобы то, что вы создавали, было сегодня актуально и нужно. Поменять подходы, поменять, как я уже говорила, снести, убрать лишние балласты, все, что касается ваших каких-то лишних трат, лишних людей. Вот сейчас как раз и будет очень четко видно, кто из людей лишний, а кто нет. Потому что так или иначе любой кризис, и я считаю, что и с вирусником точно так же происходит, он приходит, когда наши потребности раздуваются. То есть, когда мы начинаем тратить денег больше на каких-то странных людей или люди начинают просить неадекватные деньги за работу, которую они, по сути, плохо выполняют. Вот буквально вчера я общалась со своим другом Теодором, который занимается инъекциями, у него есть салоны красоты, и он рассказывал, что девочки хотят зарабатывать по 17-20 тысяч гривен, которые обрабатывают заявки в директе. На секундочку, а вы попробуйте, Ка, сегодня сгенерить чистыми 17-20 тысяч гривен. Вообще, как предприниматель, заработайте эти деньги чистыми и посмотрите, готовы ли вы платить такие зарплаты, и что должен делать человек, девочка, чтобы ей платить вот двадцаточку. Поэтому сейчас время будет, когда вы тоже проверите себя на вшивость. Максимально мобилизируйтесь, повторюсь, не думайте о том, что сейчас все пройдет. Скорее всего, ситуация будет усугубляться. Вообще, я немножечко посмотрела по сторонам, послушала то, что рассказывают, включила голову, и есть такая теория о том, что 70% людей все-таки коронавирусом могут переболеть. Как вы понимаете, кто-то выживет, кто-то не очень. Тут уж кому как сильно повезет. И я ни в коем случае не хочу такой прогноз, и не загадываю его. Но в то же время, когда мы понимаем, что мы можем столкнуться с такой реальностью, когда карантин будет, вот знаете, как военный режим, когда мы не сможем выйти из дома, мы должны понимать, что наш мир может еще сильнее, значительнее измениться. И уже через неделю мы с вами можем наблюдать совсем другую картину. Поэтому свою беспечность нужно отбросить и прямо сейчас планировать свою жизнь. Вот в этих новых абсолютных реалиях. В противном случае мы рискуем очень мощненько с задницей своей ездить по асфальту. И потом сидеть и выйти, говорить, что, блин, не за что платить, все повернулось кувырком. В любом случае мы столкнемся с вами с сильными финансовыми проседами. Нужно это понимать. Это происходит, потому что посмотрите, что происходит вокруг. Вот сейчас часто говорят, я не смотрю телевизор. Да я как бы тоже не очень-то хочу его смотреть. Но есть момент того, что я хочу, а есть момент того, что глупо. Какие-то факты, ну, не реагировать на них. Туристический бизнес просел, авиалинии просели, рестораны проседают, службы доставки, благо, работают. Совершенно сумасшедшая идет спекуляция, как я вам уже говорила, на товарах первой необходимости, да, ну, гигиены обычной, которая нам сегодня необходима. Поэтому происходят странные вещи, и они 100% будут иметь последствия. Поэтому давайте просто учиться сейчас уже в этих реалиях жить, поддерживать друг друга, думать, что делать. И по поводу, кстати, момента обучения. Я говорила о том, что сейчас переходите в онлайн-режимы. Если вы можете чему-то обучать, обучайте онлайн. Но не забывайте о том, что денежным действием является также обучаться самому. И сейчас самое время. Вы не знали, как работать онлайн. Прекрасно, у вас сейчас у вашего бизнеса появилась прекрасная возможность научиться, как работать в онлайне. Значит, обучитесь этому. Наконец-то возьмите и системно это пройдите. Все, что вы хотели сделать, сделайте это сейчас. Я говорила о том, что обучение – это очень классная штука, тренажер для вашего мозга. У меня такой тоже тренинг есть. Тренажер для вашего мозга, потому что он позволяет вашему мозгу сейчас не прокрастинировать. Не сидите, не смотрите сериалы. Это самое страшное, что вы сейчас можете делать. Вот сидеть и ждать, сидеть и смотреть сериалы, сидеть и бесконечно листать ленты. Вот просто вспомните мои слова. Вас это приведет к дну, к дну днищу. Сейчас можно и нужно смотреть полезную информацию для того, чтобы как из кирпичей стараться что-то воссоздать. Сейчас нужно смотреть мои видео для того, чтобы включаться и заряжаться. Сейчас нужно вписываться в обучение для того, чтобы строить, для того, чтобы строить, для того, чтобы создавать, для того, чтобы ни в коем случае не находиться в состоянии паники, спокойствия или безразличия. Вот кто-то написал мне в прошлом видео, что там вот, а у нас тут Беларусь, у нас все спокойно, у нас… Вот поверьте, если повалило по всему миру, то до вас тоже дойдет. И то, что спокойно, у нас тоже несколько заболевших в городе. Но, как показал опыт, особенно Италия, это стремно, что именно беспечность людей приводит к тому, к чему приводит. Поэтому давайте возьмем на себя ответственность. И пусть нас это не коснется, и пусть это будет просто нашей тренировкой. Но давайте возьмем ответственность за себя, за своих родителей, за своих детей. И сделаем из этого лимонад. Вот онлайн наша реальность сегодняшняя, это уже не будущее, это уже реальность. И многие из вас не доходили до онлайна, не знали, как это делать. Сейчас есть прекраснейшая возможность это делать. Так делайте это. Я очень надеюсь, что мои видео помогают вам включаться. Я очень надеюсь, что я ни в коем случае не селю в ваши головы какую-то панику, ужас. У меня нету таких задач. Я хочу, чтобы мы с вами были адекватными, нормальными, трезвыми людьми, которые берут ответственность за свою жизнь и за ту реальность, в которой они находятся. Которые не закрывают глаза на то, что происходит. Хотя очень хочется, мне тоже хочется сказать, ребята, ну это вообще полная херня. Каждый день ситуация меняется. И говорят уже, что те программы, которые, например, недавно показывались на Первом канале в России, где там Елена Малышева рассказывала о том, что это вообще все безопасно, что не так стало все безопасно казаться, как вот об этом говорили. Поэтому я не беру на себя ответственность говорить вам о том, что это безопасно. Я считаю, что опасности они у нас везде есть. Вне зависимости от того, тренировка это, или может быть это подталкивает нас к тому, чтобы что-то поменять в своей жизни, это происходит во всем мире. И мы должны, повторюсь, взять на себя ответственность, пережить это достойно и выйти из этого еще большими, не то что даже победителями, а трансформироваться таким образом, чтобы не пострадать, и чтобы наша с вами и экономика, и наши мозги находились в драм-состоянии. Поддерживайте отечественного производителя. Не спасайте, пожалуйста, весь мир. Начните со спасения своих детей, своих друзей, своего города, своей страны. И у нас с вами обязательно все получится. Если вам нравится это видео, пожалуйста, ставьте мне лайки. Мне тоже это приятно. Я все-таки стараюсь не хайповать на этой теме и не делать какой-нибудь пиздоватизм. Мне очень хочется сделать то, что я умею поделиться, поддержать и зарядить. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Ну и, в общем, я надеюсь, что все будет лучше, лучше и лучше. Но тот, кто предупрежден, тот вооружен. Субтитры сделал DimaTorzok